Медитальная Тихова – это уже ежегодный у нас фестиваль. И просто бывают интересные картины, которые не показывают на большом экране в обычные дни. Поэтому иногда интересуюсь того, что проходит. И хотелось бы быть в курсе современной кинематографии. «Козел невесения» мне понравился. Хотя, конечно, он такой немножко жестокий, немножко грубый. Но все-таки вот в этой жестокости и грубости родились хорошие отношения. Я вот удивилась. Я думала, что он так и скатится в яму. Вот, нет, мне понравился. Молодой режиссер, Кантемир Балагов, совсем молодой. Я прям была удивлена, что он всего 26 лет, и он снял такую потрясающе глубокую картину про любовь между родителями и детьми, про любовь к своей нации. Сложно очень смотреть 4 фильма в день, но некоторые смотрят и больше. Но постепенно ко всему привыкаешь. Это нужно, чтобы успеть охватить. Потому что, к сожалению, такого уровня фильмы у нас в Владивостоке будут только через год. У меридианов Тихого последний день показов. А работа в самом разгаре. На конкурсный фильм в 10 утра билетов уже нет. Пускают посидеть на ступеньках. Все от гостей до организаторов отмечают. Программа этого года вышла более насыщенной и плотной. Всего за 6 дней фестиваля прошло около 150 событий, включая показы и встречи с представителями киноиндустрии. У нас очень удивительная публика, на самом деле. На фильмы, которые, ну вот меньше всего бы я ожидал, что будет зал собираться, собираются, сидят до конца, благодаря тех, кто представляет, или режиссеров. Вот, например, Северная Корея мастер-классы собирают, практически полные залы всегда. Ну, то есть люди очень активно интересуются. И публика у нас, это, по-моему, самое большое достояние на фестивале. Три кинотеатра, дизайнерский магазин, амфитеатр на набережной, Приморская Мариинка, арт-галерея. Сразу семь городских площадок приняли Меридианы Тихова. Вот уже 15-й год подряд кинофестиваль не только развлекает, но и дает уникальную возможность увидеть мир кино с обратной стороны и практически лично пообщаться с создателями картин. Каждый день в рамках фестиваля проходят показы фильмов из конкурсной программы. После каждого фильма проходит обсуждение со сценаристами, режиссерами или актерами, которые принимали участие в съемках фильма. Например, сейчас сценарист фильма «Теснота» Антон Яруш отвечает на вопросы зрителей. Фильм «Теснота» Кантемира Балагова вызвал дискуссии еще до показа. Картина стала главным событием Каннского фестиваля в этом году, после чего сразу попала в основной конкурс кинотавра и киносмотра «Зеркало». Во Владивостоке, на Меридианах, ее ждали с нетерпением. «Теснота» вошла в конкурс и сразу собрала почти полный зал. Вопросы были прекрасные, очень правильные. Фильм восприняли хорошо, не было никаких агрессивных вопросов. Вопрос был про документальные кадры, где мы их взяли. Вопрос был про то, как я отношусь к традициям, которые до сих пор существуют. То есть представители одной нации женятся на представителей другой нации. Был вопрос про бюджет и немножко нужно было рассказать про режиссера и себя. После документальных кадров Чеченской войны несколько человек просто ушло. Но, по словам сценариста, такое во время показа «Тесноты» уже случалось. И это верный признак того, что фильм заставляет пережить сильные эмоции, задуматься о чем-то важном и никого не оставляет равнодушным. Пока прям самых негативных отзывов я не слышал. Какие-то фильмы кажутся слишком экспериментальными, сложными для восприятия. Но, я не знаю, статистику, по-моему, зрителей больше в этом году. Фильм «Теснота», о нем много говорили, «Теснота» очень сильная работа. Полный зал, в общем, достаточно восторженная реакция. И все-таки зрители были и будут главными гостями и критиками кинофестиваля. Это отмечают все организаторы. Возможно, в этом и есть главная заслуга – целых 15 лет работы «Меридианов». Своего зрителя нужно вырастить, а эта задача не быстрая. Я очень хорошо помню режиссера самого первого конкурсного фильма, который мы показали в воскресенье в 10 утра, когда он пришел совершенно сонный, еще не понимая, где он оказался и зачем. И после того, как пообщался со зрителями, он вышел с огнем в глазах и настолько счастливый и радостный. И потом он не раз говорил и мне, и на пресс-конференции, и зрителям, что самая отзывчивая, самая чувственная, прочувствовавшая фильм аудитория, которую он вообще встречал в своей жизни, в Владивостоке. И такие слова я слышу достаточно часто. Но за всем праздничным настроением стоит большая и сложная работа. Десятки и даже сотни человек, включая организаторов, координаторов, кураторов программ, прессы, волонтеров и переводчиков, приступают к подготовке еще весной и ведут фестиваль с первого и до последнего дня. Так, например, благодаря целой команде пресс-службы, новости с полей фестиваля оперативно попадают к жителям и гостям города. На мой взгляд, очень важно, чтобы все, кого это интересует, и кто не может по ряду причин попасть, были в курсе того, что здесь вообще происходит и для чего этот кинофестиваль нужен. Вообще предназначение кинофестиваля «Мирьяны Тихова» в том, чтобы знакомить людей с необычным кино, таким кино и такими людьми, которых они не могут почитать с ними интервью в любом журнале, и с кино, которое они не могут увидеть всегда в любой другой день. Важную часть команды представляют волонтеры. Молодые ребята за интерес и опыт работают на фестивале с утра и до поздней ночи, называют смены безумными и признаются, работа не самая легкая, но ради атмосферы и особой энергетики стоит хоть раз оказаться по ту сторону «Миридианов». Вообще я приехала сюда из Москвы, специально на фестиваль «Миридианы Тихова», специально сюда подала заявку, чтобы быть волонтером. Мне очень хотелось посмотреть, как организовывается такое большое мероприятие, как международный кинофестиваль. Смотрю, чтобы там были субтитры, нормально показывали, чтобы не дергался там экран, ну чтобы все, короче, было хорошо. Интересно здесь, очень-очень интересно, потому что ты можешь как бы посмотреть изнутри на этот фестиваль, потому что в том году я видел, как он проходит снаружи. Уже завтра гости и участники «Миридианов Тихова» вновь выйдут на звездную дорожку. Только повод чуть более грустный – закрытие фестиваля. Также наградят и покажут лучший полнометражный фильм. А пока остаются считанные часы, чтобы успеть еще на пару сеансов 15-го юбилейного кинофестиваля в городе у моря. Ольга Продан, Станислав Лазебный, Новости на Восьмом.